В эфире программа День веков хронограф. Сегодня 10 октября. Здравствуйте! Для вас ее проведем мы. Я, Юрий Смирнов. И я, Светлана Рудская. В этот день, в 1948 году, Сергей Павлович Королев провел испытание первой советской баллистической ракеты Р-1. Первая советская баллистическая. Единичка, как ее называют ракетчики. Надо сказать, что авиация была страстью Королева. Он мечтал стать летчиком, строить летательные аппараты и самому на них летать. И с 1933 года он стал руководителем отдела ракетно-летательных аппаратов в реактивном научно-исследовательском институте. Именно ему за заслуги в области авиации, постановлением ЦК ВКПП и Советом министров СССР было поручено сначала создание, а затем и испытание баллистической ракеты Р-1. И 10 октября на полигоне Капустин-Яр был проведен первый испытательный пуск ракеты по программе научных исследований. Надо сказать, что созданная под руководством баллистическая ракета прошла все испытания, после чего была принята на вооружение в СССР. Сегодня 10 октября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». И сейчас о людях, оставивших яркий след в искусстве. 10 октября в 1813 году родился Джузеппе Верди, итальянский композитор. Свои первые уроки музыки мальчик брал у местного церковного органиста. А уже в 15 лет Верди стал дирижером небольшого оркестра. Затем, на деньги, собранные друзьями отца, он уехал в Милан для поступления в консерваторию, в которую его так и не приняли из-за недостатка музыкальных способностей. Дарование Верди, однако, оценил миланский композитор и дирижер Лавинья. И стал бесплатно давать ему уроки композиции. В 1835-1838 годах Верди жил в Буссета, где работал дирижером муниципального оркестра. В 1837 году Верди написал первую оперу «Аберто Граф Бонифачо», которая была поставлена через два года с большим успехом в Милане, после чего по заказу Миланского театра «Ла Скала» Верди сочинил комическую оперу «Мнимый Станислав» или «Один день царствования». Весьма необычным является мнение самого Верди по поводу его популярности. Он любил повторять, даже находясь на пике своей славы, что по своей натуре всегда был, есть и останется простым итальянским христианином. Возможно, в этом и заключается разгадка его популярности. А среди его известных произведений хотелось бы еще назвать и такие, как «Битва при Линьяно», «Эрнане», «Аттало» и «Магбет». А еще немногие знают, что по поручению известного итальянского революционера Верди создал революционный гимн «Звучит труба». 10 октября 1834 года родился Алексис Стэнвал, финский писатель. Впоследствии он взял псевдоним Алексис Киви. Его родители были сельскими портными, они много трудились для того, чтобы сын обучался в Хельсинском университете. А свое первое произведение «Романтическую трагедию Кулерова» он написал в 26 лет. Затем в творчестве Киви наступает период, когда он пишет в основном комедии. Это сапожники «Нумми», известные большинству под названием «Деревенские сапожники» и «Помолвка». Пожалуй, его самым известным произведением является роман «Семеро братьев», который содержал черты реализма. В нем показана финская деревня в начальный период ее капитализации. А еще перу Алексиса Киви принадлежат и романтические трагедии из жизни средних и высших кругов финского общества. «Беглецы», «Канцио» и пьесы «Ля» и «Лео» и «Лийна», в которых присутствуют даже религиозные мотивы. Сегодня 10 октября. Вы смотрите программу «День веков хронограф». И мы продолжаем рассказывать о людях, появившихся на свет в этот день. 10 октября в 1731 году в Ницце родился Генри Кавендиш, английский физик и химик, член лондонского королевского общества. Надо сказать, что большую часть жизни Кавендиш провел в одиночестве. Он был поглощен научной работой. Ученый отличался добросовестностью и доскональностью в работе. Да, Кавендиш проводил исследования в собственной лаборатории и опубликовал только те свои статьи, в достоверности которых был полностью уверен. Именно поэтому долгое время некоторые его работы в области электричества не были опубликованы. Кавендиш ввел понятие электроемкости и определил диэлектрическую проницаемость некоторых веществ. В 1798 году ученый измерил при помощи крутильных весов силу притяжения двух небольших сфер, подтвердив тем самым закон всемирного тяготения. Кстати, Кавендиш первым определил массу и среднюю плотность Земли. А в 1766 году получил в чистом виде водород, установил его свойства и определил состав воды. И даже придумал способ получения воды искусственным путем. Сегодня 10 октября. Вы смотрите программу «День веков хронограф» и в заключение о погоде и народоприметах. 10 октября 1403 года удивительные оптические явления имели место на русской земле. А в 1476 году в этот же день были пожары в обстоятельствах. Сгорело много зданий и церквей, погибло очень много людей. С 10 октября 1739 года сильные морозы удерживались на Украине до 20 марта. 10 октября 1992 года в тыловой части циклона на Ставрополье наблюдались интенсивные заморозки. До минус 6. В результате чего погибло 110 тысяч тонн арбузов. Около 80 тысяч тонн помидоров остались в полях неубранными. Общий ущерб составил 1 миллион 640 тысяч рублей. Ровно 8 лет спустя в 2000 году в этот же день в Туапсе, Краснодарский край, был сильнейший ливень. За 1 час 85 миллиметров осадков. В низменных районах города затоплены подвалы домов, магазинов, нефтяная база, насосные станции, ТЭЦ. На одной из улиц произошел обвал грунта. Ущерб составил 12 миллионов рублей. А в Московской области в этот момент ударили заморозки до минус 3. Вот такими катаклизмами отличилась погода этого дня в разные годы. Православная церковь в этот день отмечает память преподобного Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках. А по народному календарю сегодня Савватий пчельник, пчеловод, засим и савва, покровители пчел. Сегодня конец пчелиной девятины, которая длилась, начиная с Зосимы, со 2 октября. В деревнях заканчивают уборку ульев в Амшаннике. Уносит пчелиная матка ключики от лета в далекие теплые края. Про нее в народе говорят. Ни девка, ни вдова, ни муж, ни жена детей водит и людей питает. А еще в этот день домочадцев почуют печеньем на меду. Если в этот день будет гром, то зиму ожидают бесснежно. А если на улице туманно и тепло, то осень будет благоприятной, а снег ляжет не скоро. Родившиеся в этот день любят порядок и чистоту в доме. Им следует носить бирюзу. С вами была программа «День веков хронограф», и мы ее ведущие Светлана Рудская. И я, Юрий Смирнов. Всего вам доброго.